Привет, друзья! Не знаю, как вы, но я уже немного устал от обзоров флагманов и субфлагманов. Хочется посмотреть чего-нибудь попроще, подешевле, чего-нибудь народного, так сказать. И поэтому давайте сегодня сравним бюджетный Redmi 7 с ультрабюджетным Redmi 7A. И заодно узнаем и решим для себя, есть ли смысл переплачивать в данном случае. Если помните, в свое время Redmi 4A был, наверное, самым популярным ультрабюджетником на рынке. И я его даже тёще подарил, кстати, до сих пор в здравии и тёще, и Redmi 4A. Так что сегодня посмотрим, сможет ли 7A то, чего не смогли Redmi 5A и Redmi 6A, а именно стать народным смартом. И для начала, как обычно, начинаем с распаковки и сравнения комплектаций. Поехали! Что ж, давайте новинку оставим напоследок и начнем, пожалуй, с Redmi 7. Возьмем, как обычно, наш нож дежурный и приступим к распаковке. Итак, вскрытие прошло успешно. Открываем коробку. И что мы видим? Видим мы уже вполне ожидаемо для Xiaomi конверт. В этом конверте на развороте ключ для извлечения лотка под сим-карты. Далее, опять-таки, стандартно юзер гайд. Также в конверте мы находим силиконовый чехол, ну или бампер. Тут уж как вам привычнее будет. И, конечно же, в коробке сам смартфон. Сегодня модель нам досталась в красном цвете или, как он называется, на коробке. Это какой цвет? Luna Red. Давайте, пожалуй, сразу снимем с него транспортировочные пленки, чтобы они нам не мешали. И вот так вот. И в самом низу под смартфоном мы также вполне ожидаемо находим зарядное устройство, но, к сожалению, без быстрой зарядки и кабель microUSB. И, пожалуй, сразу покажу, как Redmi 7 смотрится в родном чехле силиконовом. Камеру он полностью закрывает, этот чехол. Камера не выступает при этом. И плюс, небольшой бонус. Порт зарядки перекрывается такой небольшой заглушкой. Мелочь, но приятно. Ну, а теперь пришла очередь новинки. Также возьмем нож наш и вскроем 7А. Посмотрим, что внутри. А внутри мы имеем также конверт. Но, судя по всему, более скромная начинка в этом конверте. Посмотрим. Ключ для излечения лотка под сим-карты есть. Далее, юзер-гайд есть. Гарантийный талон есть. Так, это тебе. Это мне. Это опять тебе. А вот чехла, к сожалению, нету, поскольку это ультрабюджет. Поэтому в этом случае без чехла, к сожалению. Но зато в таком вот пакете есть сам смартфон. Сегодня модель досталась нам в цвете Made Blue. Или просто матовый синий. Также давайте снимем транспортировочные пленки сразу, чтобы они нам не мешали. Эх, подцепить бы. Без моих-то ногтей. И здесь точно так же на дне коробки зарядное устройство без быстрой зарядки и кабель microUSB. Ну и как обычно, дабы не напрягать вас цифрами, не перечислять все характеристики, я все основные параметры вывожу на ваши экраны. Итак, справа характеристики Redmi 7, слева характеристики Redmi 7A. И чтобы сегодняшняя битва была максимально честной, обе сегодняшние модели представлены 2 гигабайтами оперативной памяти и 16 гигабайтами встроенной памяти. И как обычно, ссылку на более подробные параметры вы найдете ниже в описании. Ну а мы будем знакомиться с смартфонами чуть поближе. Давайте посмотрим на них внешне, чем они отличаются внешне. Итак, начнем с левой стороны. Тут у нас расположились лотки под сим-карты. Напомню, здесь они не совмещенные, а именно можно установить и две сим-карты формата на на сим, и дополнительно карту памяти. На Redmi 7A максимум на 256 гигабайт, и на Redmi 7 максимум на 1 терабайт. А на верхнем торце на Redmi 7A находится вход под наушники и микрофон шумоподавления. И на Redmi 7 также вход под наушники, микрофон шумоподавления и плюс инфракрасный порт. На правой стороне качель громкости и кнопка питания. Также вы здесь можете видеть, насколько сильно выступают камеры на обеих моделях. А на нижнем торце картина повторяется. Здесь у нас динамики, микрофоны и порты microUSB. И там, и там. А на задней крышке на Redmi 7 располагается сканер отпечатка пальцев, основная камера. И на Redmi 7A только основная камера. И несколько слов об эргономике. Конечно же, Redmi 7A имеет более компактные габариты. Это касается и высоты, и ширины. Но по толщине он даже немножко потолще будет, чем Redmi 7. И, конечно, за счет этого он в руке лежит более прихватисто, более удобно. Но, с другой стороны, никаких претензий к Redmi 7 по эргономике у меня также нет. В моей средней руке он также лежит вполне удобно, компактно. А теперь давайте запустим их одновременно и посмотрим, кто раньше включится. Итак, на счет 3. Раз, два, три. Запускаю. И пока у нас есть несколько секунд. Если вы вдруг еще не с нами, просьба подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новый обзор. Как вы сами видели, первым стартовал Redmi 7. Ждем. И чуть позже Redmi 7A. И в начале нашего обзора давайте запомним заряд аккумулятора на моделях и сравним его с зарядом после обзора. Итак, на Redmi 7A это 80% в начале. И на Redmi 7 это у нас 68%. И начнем наше сравнение с дисплеев. Сейчас дисплеи выкручены на максимальную яркость. Автояркость на них отключена. Тушим свет. И смотрим и сравниваем углы. Итак, для начала слева посмотрим под крутым углом. Теперь посмотрим справа. Теперь снизу посмотрим. И посмотрим сверху. И также давайте сравним белый цвет. Разрешить. Смотрим, сравниваем белый цвет. Также под разными углами. И давайте немного расскажу вам о виброотклике. Как ни странно, мне больше понравился виброотклик на Redmi 7A. Давайте я дам вам послушать. Вряд ли будет слышно. Он здесь очень-очень слабенький, но при этом очень приятный. На Redmi 7 это максимальное значение и там, и там установлено. Слышно, да? То есть он более резкий и чуть сильнее бьет по руке. И давайте, как обычно, проверим, насколько актуальны прошивки на момент записи данного обзора. Итак, настройки. Все в режиме онлайн происходит. Wi-Fi у нас включен. Обновление системы. Обновления не найдены. Теперь сравним звук из мультимедийных динамиков. Для начала Redmi 7. А теперь Redmi 7A. Ну, честно говоря, по громкости они мне показались одинаковые. Но при этом низкие частоты, то есть басы, чуть больше понравились на Redmi 7A. В принципе, то же самое могу сказать и о звуке в наушниках. А теперь у нас рубрика не для слабонервных. Прогоним тесты в бенчмарках и посмотрим, насколько сильно будет отличаться результат. Итак, запускаем тест одновременно. Для начала, как обычно, мы запускаем тест Antutu на счет 3. Раз, два, три. И перед оглашением результатов, просьба женщины и детей отойти от экранов. Отошли, я думаю. Смотрим. И здесь вполне ожидаемо. Конечно же, вперед выходит Redmi 7. И следующий на очереди у нас тест Geekbench 4. Также запустим на скорость одновременно. Раз, два, три. И по завершению также, без каких-либо сюрпризов, вперед выходит Redmi 7. Самое сложное, пожалуй, для железа смартфонов, это CPU троттинг тест. Запускаем одновременно. Раз, два, три. И в данном тесте по истечению 15 минут лучшим образом себя, опять-таки, проявил Redmi 7. А теперь проверим, на что смартфоны способны в играх. Для этой цели мы запустим PUBG. Для начала также запустим одновременно. Раз, два, три. Redmi 7 быстрее, с него, пожалуй, и начнем. Снимать температуру с корпуса будем, как обычно, нашим китайским термометром. Показываю для начала настройки графики на Redmi 7. Настройки здесь максимально для него доступные. Выше поставить не получится. К сожалению, приложение Game Turbo на Redmi 7 старой версии, поэтому количество кадров в секунду FPS мы посмотреть не сможем. Но по ощущениям скажу, что здесь примерно, наверное, 20 кадров в секунду, 20 FPS, плюс-минус. Плюсом Redmi 7, конечно же, отнесем его большую диагональ, очень комфортно для игр. Ну и вторым, наверное, плюсом будет его автономность немаленькая, 4000, все-таки, аккумулятор на борту. Минусом отнесу, наверное, все-таки его пластиковый корпус. Греется он чуть сильнее, чем стекло, не так быстро остывает. Ну вот, прошло 10 минут, как мы находимся в игре. Температура при этом достигла у нас 38,5 градусов практически. Могу сказать так, что да, конечно, если играть часами, играть долго, то появляется небольшой троттлинг на Redmi 7. Случаются просадки, особенно под конец матча, но в общем и целом в PUBG играется на нем нормально, в принципе, как и в танке. На этом, я думаю, где-нибудь можно спрятаться и зайти сюда же на Redmi 7A. Покажу вам настройки перед боем на Redmi 7A. Так будет, наверное, даже лучше. Так, настройки здесь такие же, выше поставить нельзя. С такими настройками PUBG на Redmi 7A ощущается примерно так же на плюс-минус 20 фпс. Конечно, местами чуть хуже, чем на Redmi 7 случаются просадки. Опять-таки, приложение Game Turbo здесь старой версии, поэтому фпс и загруженность процессора не посмотрим мы с вами, к сожалению. Наверное, это все-таки будет субъективно, но диагональ для игр здесь не совсем комфортная. Лично для меня это маленькая диагональ. Вы, конечно, можете со мной не согласиться. Напишите ваше мнение в комментариях. Плюсом, наверное, отнесем достаточно емкий аккумулятор. Ну и минусы здесь все же. К сожалению, пластиковый корпус быстрее нагревается, чем стеклянные у более дорогих моделей. Честно признаться, я ожидал, что результат в PUBG на 7A будет гораздо хуже, чем есть на самом деле. Да, конечно, троттинг случается, но не столь существенный. И точно так же, как и на Redmi 7, по истечении 10 минут температура достигла 38,5 градусов. На этом, я думаю, с играми можем закончить. И перейдем к тесту и обзору камеры с приложением Google Camera. В лишний раз вам напомню, что все оригиналы данных снимков вы найдете либо в моей группе ВКонтакте, либо в канале Телеграм. А видео во всех форматах, во всех режимах и в разное время суток вы найдете на моем втором канале. И приложение Google Camera для обоих смартфонов я оставлю по тому же адресу. А далее вам желаю приятного просмотра. Поехали! Поехали! Продолжение следует... запись видео в формате full hd 30 кадров в секунду родное приложение и запись видео в формате 60 кадров в секунду full hd вы найдете на моем втором канале ссылка в описании также в ночное время видео тоже будет идем обычным шагом немного пробежимся фокус 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 а где камера вам понравилось больше пожалуйста проголосуйте по всплывашки вверху а мы как обычно будем резюмировать подводить итог нашего обзора для начала пройдемся по сильным и слабым сторонам обеих моделей но перед этим напомню вам что лучшие цены и лучших продавцов где можно приобрести данные смартфоны вы найдете ниже по ссылкам в описании и пожалуй начнем с redmi 7 для начала его сильные стороны во первых это емкий аккумулятор далее я считаю хороший процессор и видеопроцессор данной ценовой категории следующим плюсом могу обозначить поддержку одновременно и 2 sim карт и карты памяти максимум на 1 терабайт наличие входа под наушники наличие инфракрасного порта на мой взгляд неплохая камера в данной ценовой категории и последний плюс более субъективный это большая диагональ теперь пройдемся по слабым сторонам во-первых небольшое разрешение дисплея к сожалению нет nfc модуля да я понимаю что модель недорогая но все же а теперь перейдем к redmi 7 а также начну с сильных сторон опять-таки мощный аккумулятор также одновременно есть поддержка и 2 sim карт и памяти также радует наличие входа под наушники далее на мое удивление неплохой звук по сравнению с redmi 7 чуть получше даже мне показался а теперь к слабым сторонам также не очень высокое разрешение дисплея тоже к сожалению отсутствует nfc модуль вы будете смеяться да да я придираюсь к ультробюджету и требую наличие nfc модуля к сожалению отсутствует быстрая зарядка еще плюс ко всему отсутствует инфракрасный порт но и последний минус но в принципе ожидаемые для серии а это отсутствие в комплекте какого-либо чехла если вам вдруг интересно мое мнение из данных моделей я бы конечно же выбрал redmi 7 да он чуть дороже но я объясню свою позицию во-первых большая диагональ для меня необходимая так как я часто смотрю фильмы далее наличие на красного порта я иногда использую смартфон вместо пульта для кондиционера но и в третьих я считаю неплохая камера опять-таки в данной ценовой категории а какую модель выбрали бы вы пожалуйста проголосуйте также по всплывашки вверху на теперь посмотрим какой заряд аккумулятора остался после обзора и расскажу об автономности и так на 7а заряд аккумулятора 64 процента и на redmi 7 заряд аккумулятора 54 процента а более подробную таблицу с тестом автономности смотрите далее друзья если вам есть что добавить или если я вдруг что упустил обязательно напишите об этом в комментариях все комментарии я читаю всем стараюсь ответить если вы были с нами впервые не забудьте подписаться на канал поддержите обязательно это видео лайком это очень сильно поможет и мне и вам канал будет расти будет больше гаджетов на обзоре и нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новый обзор а с вами как всегда был александр прощаюсь ненадолго с вами скоро увидимся всем пока до встречи